8 сентября небо над Красногвардейским районом разорвали залпы зениток и автоматные очереди. В Малом Ильинском саду прошла историческая реконструкция боя за свободу города. Так жители почтили скорбную дату. Ровно 77 лет назад началась блокада Ленинграда. Работникам заводов и фабрик, мужчинам, женщинам и детям. Грудью вставшим на защиту нашего города. Фактически это бои в пригородах Ленинграда. Если посмотреть за моей спиной типичный парк, это может быть Грачинский парк или Пушкинский. Тогда города назывались как-то по-другому, но не суть. И сегодня наша задача показать не на историческом месте, хотя здесь рядом проходят дороги жизни, показать подвиг защитников Ленинграда. Это бойцы Красной армии, ополченцы, бойцы МПВО. Это рядовые жители города, которые вроде как один стали, не сдали врагу нашу любимую городу. На поле вышло больше 70 реконструкторов в сопровождении различной техники, начиная от привычного стрелкового оружия и минометов и заканчивая огнеметами, зенитками и гаубицами. Выстрелы пушки, это было просто сразу так, до костей пробирают, что сидишь, прям ветер даже по лицам. Что очень такое, прочувствуешь атмосферу сразу всего события, всего неприятного. Когда представляешь, что таких пушек было не одна, а там тысяча, это сразу в сердце. Залп пушки. И бойцы пошли в атаку друг на друга. Против горстки красноармейцев вышли отборные части вермахта, которые наши солдаты встретили шквальным огнем. Несмотря на ожесточенное сопротивление, фашисты прорвали оборону. И бойцам Красной армии пришлось подорвать себя и зенитки, чтобы они не достались врагу. Важно не забывать, война – это не только героическое самопожертвование, но и тысячи покалеченных судеб. Когда говорят про военный Ленинград, часто вспоминают про бойцов, пополчения. Однако беженцы – это большая часть людей, которая была в то время. Бежали с чем было. Брали только самое дорогое, а часто – только детей. Из почти трех миллионов жителей Ленинграда после блокады в разрушенном, но не сдавшемся городе осталось меньше половины. Мужчины, которые смогли вернуться с фронта, часто не находили своих семей. Война не оставила от них даже могил. Людей, которые больше 70 лет назад ценой своей жизни спасли наше мирное настоящее, реконструкторы вспомнили минуты молчания. Следующая реконструкция пройдет в Ржевском лесопарке. В годы войны там базировалась третья линия обороны Ленинграда. Возможно, уже этой зимой один из любимых парков жителей Красногвардейского обрастет окопами и вспомнит свою военную молодость. Елизавета Фролова, Борис Аксенов, Екатерина Тестова. Специально для Кэйнсайдер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...